Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова У меня хорошие новости Премия Америкосы опять в океан шлепнулись Лучше Генерал Брусницин Федор Романович отправляется в краткосрочный, но заслуженный отпуск в Пятигорск Так что остаетесь за главных Так точно На самом деле, главный я А ваша задача ничего не испортить Не подведем Я хочу вернуться отдохнувшим, загорелым и неуволенным, поэтому соблюдаем режим все делаем по инструкции, а не как обычно В общем, готовимся без эксцессов, ясно? Так точно Честь имею Наши космонавты На своих ракетах Радуются лету Видят нас и машут сверху Что зима неправда Вы думали это Даже космонавты Говорят не надо зимы Мне не надо Не надо Не надо Не надо Это вообще-то раритет Мисс Юль 79-го года Мне коллега из Боссона прислал Тоже медик Блин, да ей же сейчас лет восемьдесят Шестьдесят семь лет, четыре месяца и двадцать четыре дня А откуда у тебя эта фигня? Онлайн гонки выиграл Три миллиона участников Второе место взял Второе место Лошара Видишь окна? Ну? Это женская душевая Женская душевая? Да, да Женская душевая Как эта штука работает? Это новый какой-то эксперимент, что ли? Человек-коробка в условиях невесомости Давай помогу Не надо, я сама донесу, спасибо Да ладно, мне не сложно Да не надо, я тебе говорю Да Там пробирки Редкие образцы пироксинов Я уже понял Вдруг ты еще повредишь Да не повредишь Стой Аморфный силикат, говоришь? Четыре часа уборки и все готово Можешь заезжать Ох, елки Ну ты, наверное, правда сама донесешь Сносили А ты что помочь хотела? Ну так давай, знай где моя комната-то Перестань Спасибо, Миш Прости, просто раздражает меня, сил нет Свет, ты рапорт у Степаныча подписала? Почти Почти? Угу Ну, если мне кто-нибудь поможет донести эту коробку Тогда я сейчас прям пойду и подпишу Сейчас Почти Вот проститутка Бросает одну команду ради другой Ну что за человек Футболер косоногий Еще ромбик целовал Почти 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 Выпить есть Я за рулем Минздрав не рекомендует до одиннадцать часов утра Так есть или нет? Да нет Все закончилось С утра она часто зверствует И вообще геморрой накапливает Через КПП надо проносить и прочее Улыбочку Да! А что за алкогольные потуги с утра пораньше? Да так Это он из засветы Она кантона переехала Ой, да пофиг на вашу свету Вот эта штука твоя сколько потянет? Ноль семь возьмет? Ну или ноль пять Мишень, ты гений Да! А в чем дело? Ты теперь родной мой будешь гуманитарную помощь доставлять Вон, для брошенного ятишек Африки Класс Ага Не, в Африку он не долетит Давайте ищите место потише А пока с курьером всю жизнь В общем, с Маркиной пора кончать Инструкции пришли с самого верху Сейчас это вообще нельзя А если там наверху узнают, представляешь, что будет? Товарищ полковник А если так? Что это? Зачем? Ну как зачем? За хлопоты за ваши Ну и с будущим днем космонавтики у вас А, ну если с днем космонавтики я Ладно, постараюсь что-нибудь придумать Ниша, давай тормози, а? Там курьеру забор из второй партии ждет Ниша, давай тормози, а? Уйди, Катина Уйди Стоять! Космическая полиция Уйди Я перезоню Уйди, Катина Уйди, Катина Уйди, Катина Ого! Меня же только два часа не было Молочная кислота, может, захождать не будет Мне кажется, общественность может негативно отнестись к данной ситуации Что подорвет общий эмоциональный фон Общественность это Стас и Егор что ли? Ну и они в том числе Ну вообще-то Егор ничего не поймет Стас в этой теме не имеет права голоса Я двумя ножами за А И вообще он сюда вон брусья принесут Ну ей же еще другие члены нашей команды А другие члены нашей команды расслабляются с журналистками И пьют не просыхая, так что переживет ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сто десять тысяч просмотров Танцующий Подполковник И в трендах, прости господи, по всему миру Может, ты еще клип запишешь? Никак нет, товарищ генерал Это все хулиганы с дроном виноваты А че? Смешно получилось Хулиганы с дроном Над секретным объектом Вы там охренели что ли? Я ж просил, без эксцессов Так точно, товарищ генерал Предпримем все меры Повысим меры безопасности Виновных найдем, накажем И усилим контроль Хреноль! Контроль! У вас там не программа подготовки, а какой-то отель с полупансионом И вы эти аниматоры Кто? Грасиес А это точно Пятигорск? Точно! Короче, комендантский час Никаких отгулов и отпусков Ну, понятно, кроме меня Полковник Павлов уже ездит к вам Будет докладывать мне лично Понятно? Так точно! Чао-ка-као! Тепло, наверное, там в Пятигорске-то Мне кажется, Виктор Степанович против А что, он подписывать отказался? Технически нет, но... Понятно То есть, ты сделала выводы, основываясь на субъективных суждениях, без проведения исследований, да? Я поговорю с ним Сейчас Да На Антон, пойми меня правильно Сделка отменяется Пусть немедленно уходит к себе Нам закручивает лайки Товарищ подполковник, скажите, а вы герои России? Да нет Как нет? Подождите, так вы же в космос толетали Я думал, там это всем автоматически выдают Антон, ты человек молодой Просто не помнишь, какая неразбериха была в 90-е в стране Мою фамилию перепутали с каким-то Морозовым Как можно перепутать две совершенно разные фамилии? Ну, а президент же не будет переподписывать заново? Нет, конечно А что? То есть, значит, получается, вы единственные, что ли, кто в космос летал? Кому героя не дали? Так точно Товарищ подполковник Вы знаете, надо медленно исправлять эту, ой, ужасную несправедливость Мне кажется, отец мой со мной согласится Так, инженерам водка есть? Нет Месестрам вино взяли Охранникам взлетной полосы шампанское Уже на подлете Отлично Так А механики за пива сдали? Не помню Я не помню Значит, не сдали Ну, ничего Будут без пиваса Пусть попробуют хоть один день трезвым поработать О, а это еще кто? Полковник Павлов Все, поработали Он-то нашу лавочку и прикроет Все Как он ее найдет? Два метра под землей Как-как? Носом он найдет Носом Он как собаку ее учует, понимаешь? Он двадцать лет назад пить бросит Все Он теперь чует, как собака за километр Что ты гонишь? Такого быть не может Может, это называется гиперосмия Обострение обоняния Он смотри, смотри, что делает Собака Блин, прям туда идет А что теперь будет-то? Нас отчислят? И на деньги попадем Шампанском по башке ему дай Как? Как, вот сюда В лаптовидный шов В лаптовидный шов? В какой шов? Вот в этот Ах Так Это как раз За космос За космос Я люблю космонавтов Он Да? Болтливый полковник Есть что-нибудь? А думаем, как говорится, до нуля? Виктор Степанович, Виктор Степанович, нам надо поговорить. Павлов, иди в твою ступень, а? Мартына, давай потом. Я вот думаю, может мне вообще не возвращаться, а? Политическое убежище попросить здесь, в Пятигорске. Товарищ генерал, его нужно отчислять. Систематическое нарушение режима, употребление спиртных напитков, а теперь вот нападение на старшего офицера. Мороз, давай без голословной брехни. Товарищ генерал, товарищ полковник, вы на улице встретили Волкова, так? Он был пьян и был с женщиной, так? А вот потом вас и ударили по голове, так? А кто вас ударил? Это был Волков? Товарищ полковник, а кто это мог быть, кроме него? А тебе лишь бы отчислить. Знаете что, товарищ полковник? Что, товарищ подполковник? Я… Так, закончились! Злой полицейский, усатый полицейский, Волкову выговор, еще один залет, отчислим его к чертовой матери. Вам обоим минус полоклада за халатность. Все. Волков. Волков! Мне ко второй паре. Миша, нам поговорить надо. Это что, у нас тут товарищеский суд, что ли? Миша, тебе бы завязывал, а. Там Степаныч рвет и чешет. Мечет. В общем, да, это реально у нас отбойная час раньше, выходные отменили. Да и вообще, пить вредно. Ты слышишь? Слышу, я слышу, да. Пить вредно, я слышу. Да что с тобой происходит, Миша? Ты понимаешь, что это все не по-товарищески? Ну, не по-товарищески, да? А ничего, что этот товарищ алкоголем барыжет. Эти злой, как кролики между занятиями. Нет. Я уже молчу про нашего последнего товарища, который научный сотрудник взял и переехал к пилоту команды Огонь. Так ты из-за этого с катушек слетел? Да плевать мне на вас с Антоновым. Хочешь, я съеду от него? Тебе что, от этого легче станет? Нет, не станет. Давайте женитесь тут все по кругу. Да, Мишань, правда, вот если бы не ты, у нас все было бы нормально. Офигеть. Пойду домой. Миша, ты никуда не выйдешь. Все КПП закрыты. Может, и не выйду. Миша, стой! Ребят, ну вы чего? Ну, мы же помочь ему хотели. Антон, ты точно не знаешь, чей это квадрокоптер? Никак нет. Я бы сказал. Ладно, с этим ясно. И еще, как мужчина мужчине. С Маркиной придется повременить. Товарищ полковник, а с медалью ее тоже повременить? Ну, просто отец же может передумать. Это исключено. Я 20 лет ее жду. Ну, я тоже так думаю. Да, слушаю. Что? Не может быть. Бегу! Чего там? Кто-то запустил двигатель самолета! Э, бутлигеры. Просека есть? Сам-то просек. Так, мы нормальные пацаны, мы такой ерундой не занимаемся. Ой, ты хорош. Хотел бы вас заложить, уже заложил мороз. Короче, десятка за бутылку. У нас с поставками проблемы. Режим? Да-да, тиране я протеид слышал. Ничего, там сейчас ЧП наверху, так что не до вас. В общем так, две тысячи сверху, если достанете к вечеру. У меня праздник. Ну... Желание клиента для нас закон. Как говорится, не волнуйтесь. У нас все как в аптеке. Работайте. Миша, стой! Стой! Я не пущу тебя! Я не пущу! Стоять! Не пущу! Что это означает, что? Это значит, что я лечу домой. Да ты что, рехнулся что ли? Ты понимаешь, что если тебя поймают, то очистят. И что, с Егором долетите? Уйди. Я никуда не уйду. Тебе придется меня задавить. Что ты до меня докопалась, а? Ну, а ты что, хочешь, чтобы наши усилия, подготовка, все мечты вот так вот закончились? Ну, ты нам нужен. Только как пилот. А этого мало? Уйди. Я никуда не уйду. Я никуда не уйду. Хрен с тобой. Миша, стой! Стой, я тебе говорю! Да пущи! Это Степанович с Морозом прячешься! Командир, подрось меня тут! Быстро! Быстро прячемся! Что? Так, я сказала, быстро! Шеф, плачу два счетчика, только довези меня отсюда, шеф! Тихо! Стой, стой! Шеф, я молю тебя, я больше не могу, чтобы... Тихо! Убля! Виктор Степанович, что делать-то будем? Мы уж сами его расстреляем или сначала генералу доложим? А что докладывать-то, что вся охрана ужралась абсент, а двигатели, запустительные истребители, их заставил Ван Гог? Ну да. Действительно, нам за это генерала уши отрежут, как Ван Гогу. Будем действовать, как говорит генерал. По-тихому избавимся от причастных и... Чего? Ах ты гадина, а! Ну гадина! Теперь ты от меня не уйдешь! Красная ракета, воздушная атака! Морг течение. ПВО! Вот и нет больше просеки. И квадрокоптера тоже нет. Да, алкоголь — это зло. Скажи, что я сейчас ничего не почувствую. Почувствовала. Но только это ничего не меняет. Мы как реголеты, гелия третья, понимаешь? У нас ничего не получится. Да. Но на Луну мы сможем полететь. Лодка… Лодка… Любовь… Лодка… Любовь… Любовь… Лодка… Любовь… Лодка… Любовь… Вот здесь такое и начнется. Забирай. Хоть бы не уволили. Ничего. Отрицательный результат. Это тоже результат. Маркина! Маркина, ты хотела там что-то меня спросить? А... Ничего. Спасибо хотела вам сказать. Ага. Ага. Выпить есть? Последняя осталась. На черный день. Ты что делаешь? Я тебе говорю последнее. А кто мне говорил про товарищеский суд? Я внял вашим советом. Я вообще почти молчал. Да, Мишень, ты прав. Трезвость, ясность, космос. Вот наш девиз. Лишь бы не уволили. Не расстреляли бы. Следственный комитет сообщил предварительные результаты расследования инцидента. Среди обломков был найден идентификационный номер сбитого беспилотного модуля ТЗХ-545-45-550. Он был произведен на американском оборонном заводе в Аризоне. В связи с этим, Министерство обороны Российской Федерации, было принято следующее решение. Наградить руководящий состав Центра подготовки космонавтов за предотвращение сбора секретной информации при помощи незарегистрированного летательного аппарата. Что? Наградить? Наградить? Что? Да я сам в шоке. Вот. Приказом президента Российской Федерации награждаются Брусницин Федор Романович, Охотин Виктор Степанович и Маразян Александр Гурамович. А это кто? Это же электрики-столовые. Опять? Мороз, ты-то должен быть, ты. Это просто перепутали в ППХ. Товарищ генерал, а нельзя переделать? Ты что, обалдел, что ли? Ты что думаешь, из-за тебя президент будет переписывать, что ли? Все, все свободны. Отключаюсь. Не переживай. В следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...